Добрый день, Тюмень! Как поживаете? Друзья, рады приветствовать вас на телеканале Тюменское время. Здесь, как всегда, по будням в прямом эфире море полезной информации. Сегодня с вами мы, Артём Фирсов и Татьяна Максимова. Делайте погромче ваши телевизоры, дальше будет интересно. И вот о чём сегодня будем говорить. Спокойствие, только спокойствие. Как ребёнку избавиться от заикания. Я тебя не понимаю. Топ дефектов речи у современных детей. Совет для экономных мам. Покупки для владенца без лишних трав. Первый зубик, первая огу и, наконец, первое слово. Каждый родитель с нетерпением ждёт, когда же малыш начнёт разговаривать. А потом с таким же нетерпением пытается сделать так, чтобы он хоть немного помолчал. Ну хорошо, если так. А бывает и наоборот. Ребёнок или молчит, или говорит так, что понять его способна только мама. На то она и мама, чтобы понимать. Не вижу проблемы. Рано или поздно малыш подрастёт и заговорит лучше, ну так, чтобы все его поняли. Осталось понять, в каком возрасте это должно случиться. В нашей группе ВКонтакте мы запустили опрос. С какого возраста дети должны внятно разговаривать предложениями? С двух лет? Не раньше трёх лет? До пяти лет можно не волноваться? Голосуйте и пишите свои вопросы в комментариях. Чуть позже мы адресуем их специалисту. А пока стоит объяснить, почему мы вдруг решили поднять тему речевых дефектов? Ну, во-первых, если верить данным, детей с нарушениями речи становится всё больше из года в год. А во-вторых, 22 октября в календаре отмечен как международный день заикающихся людей. По статистике, в мире с заиканием страдает около 5% малышей до 7 лет и 2% школьников. Причём мальчики, Таня, только прислушайся, в три раза чаще страдают этим недугом, чем девочки. Казалось бы, не так уж и много, но могло быть меньше, если бы родители были внимательнее. Что может стать причиной заикания и как этого избежать, спросим у ведущего психолога регионального центра «Семья» Оксаны Лацильник. Оксана, здравствуйте. Добрый день. Милости просим в нашу студию, располагайтесь, чувствуйте себя комфортно, потому что у нас в дне всегда хорошо. Оксана, ну, мы знаем, что заикание бывает в силу разных причин возникает. Есть какие-то врождённые причины, генетические особенности здоровья. Давайте сегодня поговорим именно о приобретённом заикании. Что может стать причиной заикания у ребёнка? Ну, прежде всего, действительно, есть такая классификация. Есть заикание так называемое функциональное. То есть оно преходящее, оно возникает внезапно в силу, может быть, каких-то психотравмирующих ситуаций. Вот. И в силу, ну, особой психической организации ребёнка. Потому что есть дети, ну, так сказать, с тонкой нервной организацией, да, и они более чувствительны, может быть, к воздействиям среды, к изменениям, подвержены страхам. Там уже говорилось тут, что мальчики чаще, чем девочки, страдают заиканием. Это связано ещё и с тем, что мальчики чаще, чем девочки, страдают страхами. Да вы что? Да. Мы такие, на самом деле, да. То есть вот как говорят, начал заикаться от испуга. Это вполне себе вероятно. Да. Вот, вы знаете, вот часто так бывает, что ребёнок в домашней обстановке, он спокойный, нормальный, хорошо общается, но стоит ему выйти в общество, и там какой-нибудь вариант спровоцировал его, да, на испуг, на боязнь, и вот тут ребёнок резко начинает вдруг испытывать проблемы с голосом. Да, и у него начинается... Это от волнения? Да, бывает от волнения. Ну, смотрите, вообще заикание – это нарушение автоматизма речи. То есть, иными словами, речь должна быть автоматической, неосознаваемой. То, как говорит человек, он не осознаёт. Он говорит то, что... Он осознаёт, вернее, то, что говорит. Да, 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 думает, что говорит. Вот. То есть, вспомните историю про сороконожку, которую спросили, как она переставляет ноги, и она, как только начала это осознавать, сразу запнулась. Вот. То же самое происходит с ребёнком. Если ребёнка зафиксировать на том, как он говорит, может быть, это резкое замечание взрослого, не очень корректное, да? Может быть, это, ну, вот в момент разговора, в какой-то момент волнения действительно какой-то резкий звук, какое-то событие, которое... То есть, это именно от волнения происходит? Это может быть от волнения. Если дома, допустим, ребёнок готовился к выступлению в детском саду, учил стихотворение и прекрасно его рассказывал, и вдруг на утреннике он начинает заикаться. То есть, это вызвано волнением. А что делать? Как подготовить его к такому выступлению, например? Смотрите, есть дети, которых мы называем застенчивыми. Угу. Да? Вот. Есть дети, которые любят выступать с самого рождения, как только начали ходить и говорить. Вот. А есть детки, которые растут в семье, и тут можно уже смотреть по родителям, у которых и мама очень такая некоммуникабельная, скажем, скромная. У которой, допустим, есть такой тандем, скромная, некоммуникабельная мама и очень такой громкий и импульсивный папа. Это редкость. В таких семьях часто детки заикаются, кстати. И как вот ребенка подготовить? Может быть, вообще сказать, пусть тогда не выступает в садике, раз он заикается? Или пусть выступает, но как-то его к этому готовить, чтобы он все-таки привыкал, меньше заикался? Ну, если получается готовить, можно готовить. Разговаривать с ним? Да, с ним разговаривать. Ну, вы сами говорили, что есть ситуация, что дома перед знакомыми, перед близкими ребенок очень открыт и спокойно разговаривает, спокойно выступает. А в детском саду на утреннике он замыкается, потому что он видит много незнакомых зрителей. Если это, в принципе, тенденция в поведении, если для него это характерно, то лучше не заставлять ребенка не настаивать на его выступлениях. Потому что если это тот же самый застенчивый или тревожный ребенок, это ребенок, у которого нарушено базовое чувство безопасности. И если пережимать, это чувство безопасности нарушается еще сильнее. И можно только усугубить. Да, и тогда мы можем получить так называемый логоневроз. Невроз, основанный именно на страхе говорить. То есть давить не нужно на ребенка? Нет. Если он не хочет выступать, волнуется, то тогда не надо. Нет. Смотрите, как его можно подготовить? Необходимо, во-первых, кроме того, что отрепетировать замечательное стихотворение, ну или там любой текст выступления, кроме этого ребенку нужно как можно более подробно объяснить, что с ним произойдет в момент выступления. Понятно. То есть сценарий выступления. Да, да. Ты будешь видеть людей, которые стоят напротив тебя, они все ждут, мы дышим. И вот в этот момент вдохнул и начинаешь рассказывать. Совершенно верно, да. Скажите, Оксан, вот есть еще такие дети-торопышки, они все делают быстро. Они быстро бегают, быстро играют и быстро говорят. И вот бывает, что такой ребенок тоже начинает заикаться, но просто от того, что у него мысли уже вперед убежали, язык вперед. Вот это вариант нормы. Не стоит беспокоиться по этому поводу. Или это все-таки тоже нарушение, и нужно здесь обратить внимание и поработать? Да, такие дети существуют, действительно. И это связано с особенностью характера ребенка? Это особенности характера ребенка, и это не заикание. Это так называемые мыслительно-речевые затруднения. Когда действительно мысль опережает слова, вот, либо есть дети с пулеметной речью, которые говорят очень быстро и, соответственно, стараются как можно больше сказать в небольшой промежуток времени, и тогда могут быть какие-то запинки. Это не заикание. Это могут быть вот так называемые запинки. В этом случае, вот здесь действительно с ребенком нужно работать и говорить, ну, предупреждать его, чтобы он не спешил, что у нас здесь достаточно времени, и, безусловно, пример подавать, да, то есть говорить спокойно, потому что дети, ну, мы все к собеседникам присоединяемся, когда мы в контакте. Поэтому если мама начнет замедлять свою речь, и ребенок тоже, соответственно, замедляется и учится говорить. Вы знаете, а вот у меня такой вопрос. Если вот здоровью ребенка ничего не угрожает, то вот каковы негативные последствия заикания? Ну, во-первых, они такие социальные, да, психологические последствия. Да, 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 то есть физическим здоровьем не угрожает. Да, все в порядке уже. Да, это может привести к тому, что ребенок начинает, ну, у него снижается самооценка. Он начинает думать о себе как о заикающемся, как о неуспешном в общении, вот. И его сверстники, это неуминуемо, да, кто-то, все равно кто-то найдется, кто будет поддразнивать. Да, да, да. Или обзываться, да, и, соответственно, по нарастающей получается... Все-таки лучше обращать внимание на это, да, и заниматься. У меня еще такой вопрос, может ли поведение близких, семьи, близких родственников как помочь, так и навредить успешному лечению заикания? И если может навредить, то каким образом? Что мы можем сделать, что навредит ребенку? Ну, смотрите, если это действительно логоневроз, если это заикание, которое лечат, которое диагностировал специалист, психоневролог, например, да, логопед и психоневролог на приеме дали такой диагноз, выписали лекарство, и ребенок лечится, то, естественно, обстановка семейная должна быть благоприятной и доброжелательной. Кроме того, если это действительно лечение, то взрослым необходимо обеспечить режим молчания сначала, в момент острого заболевания, то есть ограничить общение вообще с большим количеством людей, сверстников, поменьше возбуждающих каких-то мероприятий, цирк, театр и так далее, да? Вот, ребенок, которого лечат заикание, он должен слушать, ему нужно читать книжки, с ним можно разговаривать, меньше задавать вопросов, вот, и ждать того момента, когда ситуация будет выравниваться. Кроме того, не фиксировать внимание на его особенностях речи, вообще лучше игнорировать. Помните, я говорила про автоматизм? Ребенок должен вообще не обращать внимание на то, как он говорит, да? Лучше на содержание речи. А я вот на секундочку вас прерву, потому что ситуация с родителями понятна, мы можем себя взять в руки и действительно как-то курировать эту обстановку, но всегда есть сверстники, есть друзья, подружки, которые на любое заикание будут реагировать общим хохотом, давлением. Как в этой ситуации нам быть? Как помочь ребенку? Если ребенок вдруг даже плачет из-за этого, как его поддержать, успокоить? Ну, его надо вдохновлять, его нужно всячески поддерживать, говорить о том, что это явление временное, что, ну, попереживать вместе с ним, если вот он прямо плачет, да, повздыхать, присоединиться к его эмоциям, потому что действительно обидно, что некоторые сверстники так себя ведут, да, и мне бы тоже не хотелось, чтобы тебя дразнили, я тоже очень из-за этого переживаю, вот. Но мы же с тобой знаем, что это временно, это пройдет и... Абсолютная уверенность. Это пройдет и будет просто огол-гол, как здорово. Оксана, а какую роль играет режим дня все-таки для ребенка в данном случае? У нас с Таней была беседа перед нашей программой, и у меня логопед, которая со старшим ребенком с моим занималась, она просто сказала, режим дня – это вообще божественное состояние. Действительно ли это так? Причем здесь заикание и режим дня. Режим дня – безусловно, божественное состояние для любого ребенка. Любому ребенку важна определенность ситуации, в которой он находится. Для него важны рутины, для него важны определенные границы, да, и понимание, что будет происходить в ближайшее время. То есть это его тоже как бы успокоит, да? Это успокоит, да. Это упорядочивает его активность, его деятельность, и особенно для заикающихся детей порядок очень важен. Это как бы внешние рамки такие. Слушайте, замечательно, всеобщая помощь. Вы знаете, друзья, сыщик Растфандорин в особенно волнительные моменты начинал немного заикаться, что придавало герою даже некоторый шарм. Но это только в книге и в кино. В жизни куда все прозаичнее. Так что уж лучше быть внимательным к своим детям прямо сейчас. Впереди у нас реклама, а сразу после неё вот о чём поговорим. Смотрите далее. Понять нельзя, исправить. Как научить ребёнка чётко говорить все звуки.